Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня у нас 15 марта 2022 года, 20 день героической борьбы украинского народа за свою свободу и независимость от путинских орд. Традиционно в начале нашего блога подведем итоги, которые понесли российские оккупационные войска по состоянию на сегодняшний день 15 марта. Как мы сейчас увидим, существенно изменилась статистика в сторону увеличения погибших российских военнослужащих. Пришли новые данные, их обработали аналитики Генерального штаба Вооруженных сил Украины. И если ранее цифра замерла на отметке 12 тысяч убитых, то сейчас она существенно сдвинула в сторону увеличения. Итак, в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что общие потери убитыми Вооруженных сил России в Украине на сегодня 15 марта составили свыше 13,5 тысяч. То есть 13,5 тысяч убитых. Это новая обновленная цифра. Танков уничтожено 404, 1279 БРДМ, БТР различных типов, 150 различного рода артиллерийских систем, 640 типов автомобильной колесной техники, 81 самолет, 95 вертолет, уже практически 100 их сбито, 9 БПЛА, 60 цистерн, 64 системы реактивного залпового огня, 36 систем ПВО, 3 различного типа катеров и кораблей. Мы видим существенное увеличение убитых российских военнослужащих из-за того, что поступила статистика. Самые активные боевые действия сейчас ведутся на востоке Украины, в районе Мариуполя. Там же сегодня полк нацгвардии Азов заявил об уничтожении в Мариуполе генерал-майора оккупационных войск. Кто к нам с мечом придет от меча и погибнет, об этом написали в официальном аккаунте полка Азов. Также накануне громко прошла акция, связанная с персональным актом протеста редактора российского Первого канала, Марины Овсянниковой, которая вышла с плакатом против войны. Это вызвало большой резонанс как в украинских, так и в российских социальных сетях. Кто-то обвинил Марину Овсянникову в том, что она является инструментом российской пропаганды, кто-то сделал ее чуть ли не иконой протеста, но я хочу высказаться очень коротко по акции ее личного протеста, для того, чтобы раз и навсегда закрыть тему. Обычно люди мыслят очень сложными конструкциями. Многие увидели в этой акции Овсянниковой едва ли не образцовую спецоперацию ФСБ по внедрению мифа о хороших русских. В этом придуманном мире Овсянникова выступает таким себе вундерваффе, чудо-оружием для западной аудитории. Я хочу напомнить сегодняшние некоторые факты. Овсянникова на протяжении более 8 лет работала на главном канале российской пропаганды, Первом канале, работала редактором. На фоне угара и роста ксенофобских антиукраинских настроений в российском обществе, она вышла в прямой эфир с плакатом, где прямо призвала к прекращению войны и против пропаганды. В фейсбуке уже разлетелся фейк о ее странице в инстаграм, где ее двойник призывает к войне, постит вот эти все мемчики Z и V. Это спешно слепленная на коленке деза российских спецслужб. Понятно, что страх за будущее будет расти среди рядовых россиян геометрической прогрессии. Овсянникова, как человек, который стоит очень близко к кремлевским нарративам, чувствует неминуемый конец лучше других. Поэтому рост настроений с этого корабля лучше бежать первым, будет расти. Первое получит убежище на западе, возможность очиститься от пропагандистского шлейфа и может даже получить теплое местечко в европейских редакциях «Голоса Америки» или «Дойче Вэле». Таков он, русский человек, встал на колени и бунтует. Личный бунт Овсянникова, конечно, это никакая не спецоперация ФСБ. Просто посмотрите на их, так называемые, в кавычках, успехи российских спецслужб в Украине, где они тотально провалили оценку готовности ВСУ и общества Украины к сопротивлению. Акция Овсянниковой, скорее всего, получит многочисленных последователей и сыграет против режима Путина. Возможно, этот эффект поначалу покажется незначительным, но по итогу это сможет переубедить сотни, затем тысячи, а потом миллионы россиян, которые имеют своих родственников среди российских военнослужащих, находящихся в Украине. Которые по итогу будут распропагандированы и даже сдадутся. И давайте помнить, что проблема нашего врага это всегда хорошо и лучше, если этих проблем будет с каждым разом больше, больше и больше. Ну, накануне, как мы видим, обсуждалась история с поставками в Россию китайской помощи, расшифровали американские аналитики, что же запросили все-таки россияне. А запросили они в основном сухпайки, как оказалось, дроны запросили, разведывательное различного рода оборудование. Как мы видим, российская армия не просто не способна вести войну 21 века, у нее нет элементарного, у нее нет просто чего пожрать, извините. Тем временем, оперативная информация Генштаба Вооруженных сил Украины по российскому вторжению свидетельствует о том, что основные задачи противника по выходу на административные границы Донецко-Луганской областей и контроль над Лебебрежной Украины на сегодняшний день не выполнены. Окупационные войска остановлены на Николаевском и Криворожском направлениях. Не имея больших успехов, враг всячески продолжает систематическое уничтожение своей бомбардировочной авиации, гражданской и военной инфраструктуры Украины. Такие действия классифицируются как военное преступление. На Волынском направлении враг продолжает имитировать возможность вторжения. В Пентагоне уже сделали заявление и предупредили, что они не видят возможности подготовки, вторжения белорусских вооруженных сил. То есть нет никаких признаков подготовки и вторжения. Это одна из главных позитивных новостей. На Полесском направлении оккупационные войска не оставляют попыток преодолеть барьер на рубеж по реке Ирпень и закрепиться в населенных пунктах в предместе Киева, Буча и Ирпень. Они также осуществляют подготовку диверсионно-разведывательных групп для действий под видом военнослужащих Украины. На Северском направлении враг активных действий не производил. Осуществляет перегруппировку с целью возобновления попытки наступления в направлении Киева. На Слобожанском направлении противник сосредотачивает усилия на восстановлении потерь, полученных в результате решительного отпора вблизи города Харькова и контратаки вооруженных сил Украины в районе Изюма. На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия за счет численного преимущества в отдельных направлениях, имея частичный успех. Также пытаются продолжить наступление в направлении Кривого Рога. Здесь закрепился на достигнутых рубежах и не оставляет попыток оцепить Николаев. Российские оккупанты продолжают накапливать резервы для ведения войны, однако вооруженные силы Украины сдерживают противника, наносят ему значительные потери и деморализуют его личный состав. Также известно о серьезных потерях, которые понесли оккупанты под Мариуполем. Их также сообщили в полке АЗОВ. В значительной мере наступление на Мариуполь сдержано. Кроме того, ликвидирован прорыв российских оккупантов на Вознесенск. Ну это в принципе ключевые события, которые мы должны знать. И вот под Мариуполем накануне российские оккупанты потеряли 150 убитыми, 2 танка было подбито, 7 БМП, 1 БТР. И вот я вам зацитирую для того, чтобы вы понимали, как оценивают подготовку вооруженных сил Украины и полка АЗОВ на мариупольском направлении на пропагандистском канале Russia Today. Это очень важно. Видите, уже нет таких шапкозакидательских настроений, наоборот все сменилось. Russia Today заявляет об украинской армии. Противник хорошо вооружен, великолепно подготовлен, нетороплив, выдержан, использует тактику боя в городе филигранно. Это далеко не дети. Ждем мощных ударов авиации и хитрых снарядов и бомб. Вот она, честная оценка. Закончился пропагандистский угар, пришло понимание того, с кем придется бороться. И еще один очень важный сигнал. Меняется стратегическая ситуация на фронте. Она переломана, как я говорил уже в своих предыдущих видео. И вот как бы следствие всей этой ситуации, несмотря на то, что Киев окружен, сохраняется возможность его бомбардировки. Где сегодня нанесены варварские удары снова по Подолу, по Нивкам нанесены и по Лукьяновке. Это район в самом центре Киева. Место, где я впервые поселился, как студент, когда поступил в Киевский университет имени Тараса Шевченко. И тем не менее, на фоне всего этого, вот заявления премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев, несмотря на боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий. И они собираются уже сегодня, во вторник, посетить Киев вместе с вице-премьером Ярославом Качинским, главами правительств Чехии и Словении. И визит осуществляется по договоренности с Европейским Союзом. О нем уведомленный председатель Совета Европейского Союза Шарм Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также ООН. Переломный момент. Помните, когда в Грузию тоже прилетели президенты шести центральноевропейских стран, в том числе президенты Украины, тогдашний Виктор Ющенко. И российских оккупантов удалось остановить. Танки буквально в 40 километров от Белиси. Ситуация, по сути, повторяется. Путинский близкрик захлебнулся. Сил для наступления, как мы видим, у них пока нет. Они их накапливают, но даже там, где они имеют решающий перевес, как-то на востоке, в районе Мариуполя, у них все складывается плохо и плохо. И от победных реляций они уже переходят к реалистичным оценкам. Кушать нечего. Китай должен России помогать протпайками. Кстати, в Пентагоне предупредили, это накануне состоялась встреча в Риме, советника президента Байдена по вопросам нацбезопасности Джека Салливана с одним из руководителей Коммунистической партии Китая, на которой были переданы очередные предупреждения Китаю в отношении тех санкций, которые для него настанут, если там решаться, решаться, оказать какую-либо помощь России. Ну, а накануне падения китайских акций рекордные, впервые за 14 лет, показалось, что Китай под санкции попадать не готов. Об этом, кстати, сделал официальное заявление китайский МИД. Вот такие у нас новости, друзья. На сегодняшний день, вторник, ситуация начинает меняться и уже явно склоняться в пользу Украины. Поддерживайте вооруженные силы Украины, если у вас есть такая возможность, поддерживайте их материально, пересылайте деньги на вооруженные силы Украины. Вам спасибо за просмотр этого видео, шерьте, лайкайте, комментируйте, пожалуйста, для того, чтобы как можно больше людей смогло увидеть это видео, оценить его, поддерживайте нас на Патреоне, обязательно подписывайтесь на наш канал. Спасибо, друзья. С вами был Тарас Березовец. Все будет Украина. Поменьше взрат, побольше перемог. Слава Украине, слава ЗСУ и до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...